С вами Алексей Козяков и это передача 10 интересных фактов. Сегодня мы поговорим о таком популярном виде спорта, как бег. У каждого огромный потенциал. Средняя скорость, которую спортсмен высокого класса способен выдерживать на протяжении двух часов, составляет 20 км в час. И дело тут не только в тренировках. Согласно исследованию американских антропологов, наши предки приобрели необычные способности к бегу на длинные дистанции еще 2 миллиона лет назад. Многие млекопитающие останут в беге от физически подготовленного человека уже через 10-15 минут. Этот парадоксальный факт обусловлен особенностями нашей структуры кожи. Она обеспечивает эффективную терморегуляцию даже в самый жаркий день. Поэтому человек, в отличие от животных, способен бегать очень долго, несмотря на жару. Бег как общественная деятельность. Существует множество благотворительных организаций, проводящих специализированные беговые соревнования в поддержку общественных идей, экологических катастроф, больных людей, государственных беспределов. Участвуя в беговых благотворительных соревнованиях, вы привлекаете внимание и способствуете решению мировых проблем. Самоутверждение. Бег стимулирует чувство собственного достоинства и помогает ощутить уверенность в себе. Пробежав первые 10 километров после длинной тренировки или средней дистанции от 1 до 5 километров, вы получите сверхъестественный заряд позитива и уверенности в себе. Новых сил хватит не только для решения жизненных и бытовых неурядиц. Вы по-другому взглянете на мир, который заслуженно окажется у ваших ног. Если ваша цель похудеть при помощи бега, тренируйтесь перед ужином. В это время происходит сгорание жира не только во время бега, но и в течение 2-3 часов после, поскольку физическая активность улучшает метаболизм. По единогласному мнению специалистов, лучшее время для спорта любое. Главное не особое время, строгий график и режим. Главное, чтобы вам и спорту было удобно идти вместе по жизни. Бег полезен для мозга. Бег тренирует не только мышцы, но и мозг. Во время пробежки кровеносная система работает более интенсивно, что способствует дополнительному притоку кислорода к голове. Это активизирует процессы, которые отвечают за образование нервных клеток и развитие новых тканей и сосудов. На практике польза от тренировки проявляется в улучшении зрительной памяти и логического мышления. Шведские ученые подтверждают, что физически активные люди понижают риск болезни Альцгеймера на 60%. В Америке, чтобы попасть на службу в армию и стать солдатом, мужчины в возрасте от 17 до 21 года должны пробежать 3,2 километра не более чем за 16 минут 36 секунд, а женщины до 19 минут 42 секунд. Именно бег является основным показателем физической подготовки будущего солдата. До 1888 года все бегуны стояли на старте в полный рост, ожидая команды начать бег. Низкий стат придумал американский спринтер Шерилл. После наблюдения за кенгуру, которые перед началом движения пригибаются к земле. Когда он, несмотря на протест судьи и насмешки зрителей применил новый способ, сразу же выиграл забег. В 1983 году австралийский фермер Клифф Янг в возрасте 61 года впервые принял участие в ультрамарафоне на 875 километров и выиграл его. Он пробежал эту дистанцию за 5 дней 15 часов и 4 минуты, оставив позади профессиональных спортсменов, хотя бежал в медленном темпе и на первых порах сильно отставал от них. Секрет успеха оказался в том, что Янг не делал перерывно 6-часовой сон каждые сутки и продолжал бежать, пока соперники спали. Фермер также признался, что ранее ему иногда приходилось работать по несколько дней подряд, сгоняя вес на своих обширных пастбищах, что помогло ему в ходе марафона. Быстрая ходьба омолаживает. Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, не обязательно себя изнурять. Человек, который проходит 10 тысяч шагов в день, выглядит на 4 года моложе. Согласно исследованию, наиболее полезной с точки зрения физической нагрузки является именно быстрая ходьба, при которой сердечная активность находится в фазе, позволяющей сжигать жир. При этом ходьба уменьшает риск высокого давления на 7,2%, уровень холестерина на 7% и на 12% риск появления диабета. Оптимальная продолжительность бега. Бег – это не обязательно многочасовые тренировки. Исследователи из Американского колледжа кардиологии, рассмотрев данные более 5000 человек, пришли к выводу, что оптимальной продолжительностью бега является 2,5 часа в неделю. Хотя этого недостаточно, чтобы стать участником марафона, однако, как уверяют медики, это поможет вашей здоровой и долгой жизни. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх этому видео, а также не забудьте посмотреть выпуск про похудение и про спорт. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok